чтобы разобрать батарею вот эти винты все по периметру снимаем и снимаем винты только по периметру вот эти все не откручиваем только только те которые по периметру много винтов первую плату откручиваем вот эти три винта ну и снимаем чтобы снять вот эту плату откручиваем 3 винта и вытаскиваем после разборки стало видно что что было сделано на первых были заменены все конденсаторы конденсаторы были заменены и не вздуты ну и казалось что это дело закончился оказалось что вышел из строя вот этот конденсатор здесь был 1.5 микрофарад я поставил на 1 вышли из строя вот эти диоды которые касаются релюшек обыкновенные маломощные диоды два транзистора вот эти два которые включают стояли 8050 транзистор с 8050 д в замене я нашел с 8050 st но оказалось что не подходят по номиналу при включении они сразу открывались там на питание сразу 18 вольт подходит на базу и он сразу открывается не получилось я думал что уже не но что еще было заменено полностью задубили вот эти шлейфы пришлось просто перепаять под пайку потому что по выходе из строя провода нашел шлейфы от какого-то телевизора и поставил на замену от телевизора поставлены обыкновенные высоковольтные мощные транзисторы тоже нпн ну и они подошли скажу вот телевизора были поставлены вот такие транзисторы STS 5343 и они подошли это плата от телевизора работает стабильно включается выключается в принципе на этом закончился ремонт батареи при включении сейчас я как раз включу адекватно реагирует включилась есть пульт сейчас не включим включая поставить в правильное положение вертикальная вы включается один второй режим выключается все адекватно работает сейчас пошло напряжение начинается потихонечку становится горячим выключаю теперь выключил важно строгая вертикальность потому что здесь вот стоит датчик положения которые если вдруг наклонена в какую-то сторону например сюда не включается ремонт произведен после замены всех деталей